Здравствуйте, уважаемые зрители портала stopgame.ru! В эфире очередной выпуск загадочной передачи ReFund, в которой мы решаем загадку Достойна ли игра нормального ознакомления, или все-таки это то, что можно вернуть обратно в Steam? Всем привет! Как обычно, формируем мы свои мнения после краткого ознакомления с новинками. Мы это я, Глеб Мечеряков, и он Иван Лоев. Давайте уже начинать! И открывает нынешний выпуск, пожалуй, самая громкая его игра, Stone Shard, которую многие, по крайней мере из тех, кто ее рекомендует, характеризуют достаточно лаконично в двух словах. Это пошаговая Диабло. Дело начинается в монастыре, в этом монастыре тусуется какая-то нечисть. И также нам нужно спускаться в какие-нибудь подземелья, зачищать их и лутать, добывать новое оборудование и прочее-прочее. В целом, да. Правда, есть свои некоторые навороты, до которых мы еще сегодня дойдем. Давайте я сразу обозначу свое отношение к Stone Shard. Я тоже посмотрел на эту игру, заинтересовавшись ее описанием и тем, как активно ее продвигали. Но меня несколько разочаровало и оттолкнуло несоответствие ее вот этому благородному званию пошаговая. Потому что она представляет собой такой реал-тайм с постоянной активной паузой. То есть противники ходят тогда, когда пошел ты. Ну да, в принципе так оно и есть. Это не столько пошаговость в смысле Fallout, сколько пошаговость в смысле Dungeon Crawler. Меня, в отличие от Глеба, эта штука не остановила. Но после не слишком продолжительного ознакомления с игрой, у меня к ней есть большое количество вопросов на самом деле. Потому что я не понимаю, зачем эта штука нужна. Здесь это не делает ни боевую систему глубже. Потому что простое затыкивание, как было затыкиванием, так и остается затыкиванием. Вы только изредка можете применять какие-то дополнительные умения. Мир не начинает симулироваться с более глубокой степенью проработки, когда там механики прям какие-то совершенно крышесносные начинают участвовать. Много вещей генерируется просто когда вы попадаете на какую-то локацию. Интеллект у противников практически отсутствует. Они просто бегают из одного угла в другой. Короче, ты хочешь сказать, что если бы не было в этой игре пошаговости, то концептуально ничего толком бы не изменилось. Да, я долго сидел и думал, пытался понять, типа, а что это дает, кроме вот ощущения того, что ты бегаешь по клеточкам, и все анимировано так, как будто бы ты играешь, ну, не знаю, лего-фигуркой. Вот у меня какая-то такая единственная аналогия возникла. Потому что концептуально это абсолютно Диабло, в которое немножко добавили свободы перемещения по миру из, ну, предположим, Зелдер Скролл серии. Ну, и я так предполагаю, что есть здесь какой-то мейнквест, и есть сторонние задачи. Я пока прошел только несколько первых заданий, но суть унюха всех сводится к тому, что тебе говорят, там крестьянин, его похитили разбойники, иди вот в те развалины, убей разбойников, спаси крестьянина. Иди вон в те развалины, там затаилась другая банда разбойников, вон там на кладбище что-то странное происходит, вот тут в лесу что-то странное происходит, и, в принципе, везде суть одна и та же. Ты приходишь, ты всех убиваешь, ты собираешь лут, ты возвращаешься обратно в город, говоришь, эй, мэр, я все сделал, он говорит, молодец, платит тебе бабосы, и ты дальше идешь. Суть, в принципе, как и в Диабло, в том, что ты получаешь постоянно какую-то новую экипировку, изучаешь новые умения, прокачиваешься, и просто получаешь удовольствие от того, что раньше ты выходил на улицу, встречал двух волков, и они тебя убивали просто сразу, а потом ты выходишь на улицу, видишь двух волков, щелкаешь пальцем, и они уже, жалобно скуля, поджав хвосты, пытаются убежать. Я наслышан, что игра очень сложная. Что там, если ты проходишь пролог, это чуть ли не подвиг и большое достижение. Как она вообще в этом плане? Ты страдал, пока играл? С одной стороны, короче, то, что я говорил, вот там мир не симулируется на гораздо более подробном уровне, это, наверное, частично не совсем правда, потому что то, что касается боев, симулируется достаточно хардкорно. Можно получить кучу разных ранений, типа и просто тебе могут избить ногу, и, в общем, она будет сильно болеть, и могут именно сделать порез, и там будет кровотечение. В общем, у меня однажды был эпизод, что я героически преодолел всё, победил всех в подземелье, у меня хватило медикаментов на то, чтобы себя залечить, но я получил такое количество боли, что у меня чувак просто шёл и страдал, и я банально не дошёл обратно до деревни, чтобы купить у лекаря что-нибудь, обезболивающее, и, в общем, персонаж у меня просто откинул копыта, и я не знал, что сделать, как ему помочь. То есть в этом смысле есть хардкорность. С другой стороны, хардкорность создаёт тот факт, что в игре сохранения есть только ручные. Сохраняться вы можете только, когда персонаж засыпает. А засыпает персонаж только, когда он находится в безопасном месте, конкретно в комнате, которую он купил в гостинице. Ну, арендовал и не купил. Поэтому каждый ваш выход куда-то за пределы деревни это потенциальная смерть, и если вы что-то там сделали не то, то вас загрузит к последнему пробуждению. Так что, да, игра весьма кусуча в плане сложности, даже когда вы к этому довольно толерантны, типа вот как я. В итоге мне представляется, что Stone Shard цепляет игроков тремя составляющими. То, что она неплохо оперирует механизмами Диабло, то, что она прикольно выглядит, и пиксель-арт здесь притягательный, и третье, то, что вот она может предложить вызов любителям хардкора. Правда, у меня к внешнему виду некоторые вопросы, потому что игра выглядит местами прям очень как-то анимешно и миленько, хотя вот типа так же, как Диабло, повествует про всякую жесть, и местами ты встречаешь прям демонов-демонов. В конце пролога, собственно, мы бьемся прям вроде бы с адским исчадием ужаса и кошмара, но которая выглядит как миленькая летучая мышка. Просто большая и фиолетовая. Я не знаю, можно ли назвать удовольствием в духе Диабло тот факт, что вокруг деревни, помимо, собственно, всякой нечисти и развалин, которые надо зачищать, есть просто свободные какие-то пространства, в том числе лесные. То есть вы можете не только ходить по квестам, но, например, можно сходить, взять лук и пойти поохотиться на местных оленей, лосей. И самый грозный местный зверь это медведь. Я слышал уже ни одно и ни два мнения, что момент, когда ты прокачиваешься до того, что ты можешь выйти за границы деревни и навалять, наконец-то, медведю в открытом и честном бою, это прям вот эмоциональный пик, короче, того, что в данный момент может сделать и дать вам Стоуншат. Ну, тут, наверное, самое время вспомнить, что игра в раннем доступе и, возможно, к релизу появится еще более притягательный момент. Да, наверняка добавят, потому что ранний доступ это значит, что контент еще не весь приехал. К тому же, наверняка, будет произведена некая шлифовка того, что уже имеется, потому что ну, к некоторым решениям, которые касаются игры, у меня есть вопросы и непонятки, потому что часть диалогов, например, здесь выглядит так, как будто это вот заглушка от них. И еще такой момент, нам отображают исключительно область видимости, которую видит главный герой. Когда ты идешь по лесу, это превращает восприятие просто в какой-то калейдоскоп того, что видно, что не видно, потому что деревья друг друга перекрывают и, в общем, какие-то деревья отрисовываются как деревья, какие-то деревья отрисовываются как пенечки, чтобы не загораживать лишний раз вид, и за всеми за ними там тень куда-то уходит, и, в общем, смотреть на это и ориентироваться в этом становится очень жутко, очень странно. Но, тем не менее, удовольствие от ознакомления со Stone Shard я получил, за проектом наблюдать буду и, соответственно, вам рекомендую. На очереди у нас Ministry of Broadcast и это редчайший случай, когда игра для рефанда захватила меня настолько, что я ее умудрился пройти полностью еще до записи нашего вот этого разговора с феном. Причем, ладно, если бы игра проходилась за час, за два, за три, как это обычно бывает, а Ministry of Broadcast я прошел часов за семь и это было прям обстоятельное такое погружение и, конечно же, я не пожалел, как вы поняли уже, наверное, по моему тону. Сейчас в подробностях постараюсь все изложить. В общем, что меня привлекло в скриншотах и в трейлерах это некая схожесть с мной очень любимым жанром, который я условно называю умный платформер. К этому жанру можно причислить флешбек, Prince of Persia старый отчасти. Недавно выходила игра под названием The Way. То есть, когда игра предполагает платформинг, логические задачки и, возможно, какие-то противостояния. В общем, комбинирует всевозможные подходы к игровому процессу. Да, я уж думал, тебя подкупило сходство с Gods Will Be Watching, но потом я вспомнил, что ты в нее не играл, но, тем не менее, не могу не отметить, что игра визуально очень похожа. Да, я тоже об этом подумал, хоть я не играл в Gods Will Be Watching, но смотрел видеоматериалы по ней. Еще она мне напомнила по своему пиксельному исполнению, по пиксель-арту Sword and Sorcery. Но давайте по классическим заветам сначала, наверное, по сюжету пройдемся. Мы здесь имеем дело с антиутопическим произведением. Сама игра говорит, что она исполнена в духе 1984 Оруэлла. Я не читал, поэтому не могу параллели самостоятельно проводить. Однако, да, есть некое государство с каким-то тоталитарным или тип того режимом. Оно разделено на две части, возведена стена, и люди, живущие на одной территории, не могут видеться с теми, кто остался на другой территории. Главный герой как раз из таких вот простых людей, который попал в непростую ситуацию, его семья осталась за стеной, и для того, чтобы заработать право повидаться с родными, он вынужден идти на некое реалити-шоу, в котором, если победить, то это самое право можно и выиграть, собственно. Бегущий человек. Да, вот я тоже сразу же подумал про бегущего человека или про голодные игры, например. Однако, здесь вот это самое реалити-шоу, оно выполнено несколько в ином формате. Здесь нету конкретного такого соревновательного элемента, а более все так аморфно, более все так размазано. Знаете, как типа в шоу Трумэна, когда ты не совсем понимаешь реальность это или вымысел, то есть нету конкретных правил у этого шоу, нету конкретных целей. У главного героя даже изначально не задана его роль, то есть по идее всем участникам шоу выдается роль. Они в основном типа делятся на тех, кто является правоохранительными силами и тех, кто ну проявляет какое-то недовольство, бунтарями выступает и прочее, прочее. То есть это какое-то типа реалити-шоу с острополитическим, гражданским каким-то подтекстом. И к чему все это в итоге приведет, до самого последнего момента не особо понятно. Но, видимо, оно того стоит. Да, оно того стоит. Я не могу сказать, что сюжет прям невероятно как-то поглощает и увлекает. Да, есть интриги здесь. Самая главная прелесть игры, то, как она сплетает очень разнообразный геймплей, именно вот выполненный в духе тех самых примеров, которые я перечислил. Наверное, сюда еще можно добавить Odd World. Здесь тоже порой проскакивают такие моменты, когда нужно решать задачи, решать головоломки при помощи сторонних персонажей. Их нужно либо там в определенное место довести, либо убить. И тут неожиданный, да, поворот происходит. Игра очень сероморальная? Даже не то, чтобы сероморальная, она очень любит оперировать черным юмором, при этом, вот, то есть, блин, она очень клево взаимодействует с игроком, она с одной стороны может подкинуть какую-то ситуацию и заставить игрока улыбнуться над ней, и это будет, да, черный юмор, там, кто-то умрет, или кому-то будет больно, или что-то в этом духе. И она такая, да, это же черный юмор. А потом проходит некоторое время, и она начинает пристыживать, игрока за то, как он поступил в прошлой ситуации. И это, на самом деле, очень клево. Создатели игры проявляют себя очень хорошими психологами. Удачно вот раскачивают какие-то такие моральные качели, которые находятся внутри каждого из нас. То есть, атмосфера здесь все-таки не давящая, а юморная с нотками драмы? Или это драма с нотками юмора? Юмора, наверное, все-таки больше. Здесь чаще возникают какие-то нелепые ситуации, здесь чаще угораешь над комментариями персонажей определенных. Здесь полным-полно отсылок к массовой культуре, к каким-то фильмам нашим всем известным. Однако, задуматься есть тоже над чем. Постоянно подкидывают игра какие-то такие мотивчики философские. В общем, коктейль получился прикольным в этом плане. Особенно радует здесь мистический персонаж ворона, которая летает и общается с нами. Я не буду спойлерить, что это вообще за сущность и откуда она появилась в этой игре, но она постоянно отвешивает какие-то едкие комментарии относительно того, как мы себя проявляем и ломает регулярно четвертую стену. Она вообще здесь по сути чуть ли не отсутствует. Причем многие игровые приколы они еще зачастую цепляются за тот факт, что персонаж постоянно гибнет. Здесь вообще вот этот вот подход супер мидбойский или дарксоусовый, когда ты постоянно видишь экран смерти и перезапускаешь, это вообще норма. То есть ты по сути учишься на своих ошибках раз за разом, раз за разом пытаешься как-то по-другому все это реализовать. Постоянно оступаешься. Игра напрямую тебя троллит. Она иногда прям вот натурально подстраивает ситуацию так, чтобы ты погиб. И это причем не бесит. Это как-то вот естественно в окружении вот такого черного юмора выглядит. И я вот сейчас очень много разглагольствую на тему того, как игра в повествовательном смысле себя проявляет. Однако геймплей тоже радует. Он не то чтобы потрясает основы, проявляет какие-то там невиданные уровни качества, но игра очень грамотно комбинирует разные секции. Иногда нужно на скорость где-то пропрыгать, иногда нужно подумать какую кнопку нажать или какую рубильню дернуть. Иногда нужно проявить смекалочку там в какой-то другой области и так далее и тому подобное. Здесь в отличие от принца персии или от флэшбека нету открытых боев, открытого противостояния с противниками. Здесь ты можешь побеждать своих врагов, но как-то вот там подстраивая какие-то моменты, скидывать на них что-нибудь или там заводить в какие-то ловушки и прочее, прочее. Ну, это все хорошо и это все замечательно, но есть ли у игры хоть какие-то минусы, недостатки, недоработки, что-то, что тебя зацепило негативно? Однозначно выдвинуть какие-то характеристики, которые мне показались негативными в этой игре, я не могу. Могу отметить только то, что нужно привыкать к управлению, потому что персонаж обладает инерцией, но это вообще происходит достаточно естественным образом и меня вообще никак не бесило. Ну и музыки маловато. Музыка здесь хорошая, но появляется не так часто, как хотелось бы. Ну это прям вот такие очень минорные вещи, которые в целом моего восторга от игры не умаляют. Рекомендую всем ознакомиться, Ministry of Broadcast хороша геймплейно, визуально и повествовательно и в 2020 году у меня вот появился первый претендент и я эту игру однозначно еще вспомню, когда мы будем подводить очередные итоги. Со следующей игрой у меня возникли классические эмоциональные короче американские горки, потому что когда она вышла, я такой о! Alien Shooter 2! Это же типа возвращение в Alien Shooter, который я любил, потому что первые две части Alien Shooter собственно это мое детство! Радость и счастье и так далее, а сейчас нормально поиграть в Alien Shooter второй по-моему вообще нету возможности. Потом я подождал несколько дней и внезапно поперли короче отзывы, что на самом деле это какой-то там порт Alien Shooter 2 The Legend или чего-то там еще, который в общем случился вообще с мобильных платформ и в итоге все просрали и уровни короткие и три звездочки всем выдают и патроны убрали и теперь вообще никакого челленджа сложности нету и где наши толпы монстров и вообще что за кошмар? Я такой думаю блин, что и убирать что ли или не убирать? Ну ладно, нет, не буду убирать может быть я хотя бы побомблю я запустил игру я поиграл полчаса и я такой да, господи что они сделали с моей Alien Shooter 2 одни и те же локации тебе несколько раз подсовывают уровни какие-то короткие настолько, что ты просто вышел две минуты и в общем ты уже все прошел у оружия действительно убрали куда-то патроны теперь в ящиках только деньги лежат причем деньги бесполезные потому что в одном ящике лежит максимум долларов 300 а оружие стоит теперь по там 30-40-50 тысяч долларов и дороже а потом я вошел во вкус суть заключается в том, что нормальные игры они в первые там полтора часа или в первые два часа они стараются в тебя выстрелить вот типа зацени сколько во мне механик зацени сколько всего крутого интересного клевого любопытного оригинального и так далее и так далее и так далее Alien Shooter 2 The Legend делает наоборот он тебя в начале говорит слушай ну в общем ты посмотри на эту картинку это как будто бы старый добрый Alien Shooter просто растянули в 1080 все эффекты абсолютно такие же все модельки как моя память короче их помнит абсолютно такие же все монстры такие же оружие плюс-минус такое же даже уровни те же проходятся там же секретки там же а интересно становится потом когда уровни становятся уже чуть длиннее появляется во-первых массовость у противников и ты уже не то чтобы за 2 минуты в общем проходишь и бывают уже толпы которые на тебя набегают во-вторых у тебя оружие уже не такое ультимативное соответственно несмотря на то что у нас исчез челлендж который раньше базировался на отсутствии патронов появился челлендж базирующийся на том что у нас есть много противников ты уже в общем не просто безмозгло бегаешь туда-сюда и в общем часа через 2 несмотря на то что мне все еще не все нравилось в этой игре я уже начал получать вообще удовольствие от процесса потому что как ни крути это все еще Аленшутер 2 в котором ты месишь толпы монстров которые разваливаются на кровавые ошметки в котором довольно много разного вооружения и разных приблуд и ты можешь бегать и с автоматом и с пистолетами и с дробовиками или ты можешь все вложить в какого-нибудь дрона который будет летать с тобой или ты можешь собирать кучу оружия его разбирать на детали и прокачивать какую-то пушку которая висит у тебя на плече и из нее во всех лупить короче появилось еще больше всякой разной вариативности слушай но ты же говорил что тут экономика поломана ну во всяком случае упоминал это что ты находишь мало денег а стволы стоят много как ты можешь все попробовать все себе позволить так как тут ввели некоторую рпг-систему то из монстров теперь активно вываливаются и броня и оружие и какие-то имплантанты и вот их уже можно продавать и они если это какое-то качественное нечто продаются за вполне осознанные деньги ну короче микротранзакций нету а то мало либо нету либо я их не обнаружил соответственно по итогу выходит так что отношение к Alien Shooter 2 у меня несколько неровное потому что с одной стороны если преодолеть короче некоторые ее условности которые появились я так понимаю исключительно за счет мобильного происхождения то получить удовольствие от него можно и даже не просто на волне ностальгии но при этом типа здесь есть свои огрехи с которыми приходится мириться потому что и уровней хотелось бы побольше и толпы конечно хотелось бы чтобы на меня бежали как-то более мясистые и главная беда я вот кстати с ней не понял это реально от мобилок или не от мобилок пришло то что здесь какие-то беды со звуком единственные звуки которые слышны постоянно это стрельба шаги почему-то иногда проваливаются монстры когда ты их убиваешь практически никогда не издают какой-нибудь рык или в общем предсмертный хрип взрывы у бочек не всегда звучат но при этом я вспомнил о том что у Alien Shooter 2 на самом деле был великий экшен саундтрек когда начинается заруба и врубается собственно что-то на фоне достаточно хардовенькое тяжеленькое и ритмичненькое то в общем хочется убить всех и сразу но в игре поэтому при некотором количестве недостатков я все же считаю что люди которые поиграли 15 минут в Alien Shooter 2 The Legend сказали фу господи ужас какой кошмар они немного не правы и игра на самом деле заслуживает все-таки больших почтей похвал хотя вполне возможно что стоит ее купить именно там где она выходила изначально то есть на мобильниках и подождать что сделает Sigma Team если The Legend нормально разойдется короче мне ее рефандить неохота удивительное дело вторая игра со словом Broadcast сегодня у нас в выпуске Not for Broadcast так она и называется не для эфира и ничего общего кроме слова Broadcast она с Ministry of Broadcast не имеет и по-моему мы слово Broadcast сейчас сказали раз 15 ну ничего но ситуация обязывает да концепция у игры абсолютно иная и она привлекает уже прям вот на входе нам нужно управлять телеэфиром и решать какая картинка идет в эфир следить за качеством выдаваемой картинки переключать камеры в студии запихивать матерные слова в общем короче говоря следить за тем что транслируется на каком-то важном федеральном канале да концепт в какой-то мере мне напомнил игру про которую я рассказывал пару выпусков назад про чувака который по карте управляет войсками во Вьетнаме я когда играл вспоминал Papers, Please потому что здесь тоже речь идет о механическом выполнении рабочих обязанностей и у меня короче сразу к тебе Глеб вопрос ты устанавливал игру на SSD-шник да и у тебя никаких проблем не было нет у меня было все в порядке к чему ты ведешь я веду к тому что я игру устанавливал на три разных жестких диска два из них внутрисистемных но они оба HDD а не SSD и один SSD-шник который внешний по USB 3.0 у меня короче почему-то жутко лагал видеосигнал но странная проблема у меня не было никаких технических бед не знаю даже с чем это связано может быть у наших зрителей тоже такие моменты возникали если что вы пишите в комментариях вот я специально залезал в отзывы и особо тоже не увидел нигде таких замечаний из-за чего и озадачился но давайте уже об игре мы оказываемся у телевизионного пульта есть у нас четыре разные камеры есть монитор по которому можно отслеживать сигналы есть выходной сигнал который справа отображается который опаздывает на пару секунд от того что мы видим по рабочему монитору мы должны не злоупотреблять крупными планами одного и того же человека мы должны следить за тем чтобы помехи не проходили в эфир это отдельная мини-игра мы должны запикивать мат как я уже сказал ну в общем достаточно такая понятная рутина ну с одной стороны да с другой стороны несмотря на все мои проблемы с технической частью не могу не заметить что разнообразие эфирных ситуаций оно все-таки приятное потому что у вас есть интервью в студии у вас есть какие-то выступления которые приходят к сигнал собственно извне потом вам надо значит сопроводить музыкальный клип ритмической сменой камер в общем их положений так что это такое упражнение оно не слишком рутинное я бы сказал да само собой я имел ввиду именно вот основу механики а не детали и конкретику более того я хочу сказать что вот все то что ты перечислил оно расцветает с учетом того что все это представлено живыми актерами которые стараются переигрывать в нужные моменты не доигрывать в ненужные моменты и в общем все это приобретает какой-то такой шарм любительской самодеятельности который наверное и достигал с авторами ну вот возможно мне в этом смысле помешали опять же мои технические проблемы я как раз почему-то не уловил шарма короче вот того что актеры играют практически никак и диалоги написаны местами прям очень очень как-то простенько и дырявенько единственное что мне показалось реально достаточно потешным и пародийным это вот как раз музыкальный номер в котором значит проговаривают что 2 плюс 2 равно 4 бить женщин это плохо и дружба это хорошо ну да я не могу сказать что я от not for broadcast просто там катался по полу и угорал я даже не помню улыбался ли я вообще в принципе но мне кажется что авторы закладывали я не знаю эффект какого-то бимуви трэша такого в хорошем скорее понимании но твои тезисы мне ясны в целом рассказывать об игре особо много не получится потому что оно все плавает на поверхности и играется ровно так как вы себе это и представляете наверное сейчас помимо эфирных дней у нас есть такие вставки с текстовыми квестами или недоквестами когда происходит какая-то ситуация и мы там выбираем варианты или вступаем в диалоги с какими-то персонажами ну в общем это разбавляет такой основной процесс хочу отметить что несмотря на то что в игре есть русский язык наверное в нее все-таки лучше играть тем кто понимает английский на слух потому что следить нужно за уймой всего за кнопками рычажками и прочими элементами управления и ты просто чисто физически не успеваешь читать субтитры более того даже на слух воспринимать не так просто потому что ты параллельно зачастую слышишь там два сигнала и следить за перипетиями диалоговыми сюжетными мне было крайне сложно даже с учетом того что я часть информации пытался воспринять ухом поэтому просто имейте это в виду а в остальном ругать Not for Broadcast мне честно говоря не хочется я в чуть более критической позиции нахожусь суть в том что к игровому процессу Not for Broadcast у меня особых претензий нету это прикольный концепт но как только ты начинаешь смотреть на то что происходит на мониторе как только ты начинаешь вслушиваться в общем в диалоги которые там произносят смотреть на уровень экспрессии актеров и на подобные вещи на моменте когда чувак начал значит прогонять о том что вот для того чтобы поднять нашу страну нам нужны правильные хорошие люди целомудренные и так далее и тут у него вываливается из шкафа мужик в костюме БДСМ и потом он сам встает и оказывается что он тоже в кожаных трусах да да и я такой типа ну вы серьезно вы серьезно серьезно господи ну короче не знаю я вот прям словил испанский стыд в этот момент если вы к такому нормально терпимы то мои претензии относительно контента который происходит в игре ну можно наверное аннигилировать в целом ну давайте короче поставим не рефанд но для бродкаст хотя бы за счет того что концепция оригинальная и она самая главная рабочая любопытная и в целом заслуживает вашего внимания да как минимум попробовать игру стоит как я могу наблюдать у нас начинает формироваться новый жанр в инди индустрии который я правда не знаю пока как назвать типа я работаю с клиентами что ли или как ну в общем я про то что у нас есть the red strings club в которой вы работаете барменом и еще некоторые дела делаете у нас есть вальхалла где вы работаете только барменом насколько я знаю и еще был какой-то симулятор таксисток где вы тоже развозите людей и общаетесь с ними и вот собственно в этой замечательной плеяди проектов появился еще один который называется кофе толк и посвящен он тому что есть кофейня которая так и называется вы там работаете баристы к вам приходят люди вы с ними разговариваете и вот вот об этом вот игра я хотел спросить про сеттинг то есть если the red strings club это у нас киберпанк здесь параллельная вселенная какая-то или что это потому что я вижу каких-то рогатых людей да это то с чего начинаются проблемы игры потому что кофе толк начинается с того что говорит год на дворе у нас 2020 и значит повылезали повсюду всякие существа и теперь как бы у нас в социуме есть и орки и эльфы и гномы и суккубы и ангелы и кого только нету проблема у этого не в том что оно присутствует в сеттинге а в том что оно вообще сеттингу не нужно то есть если бы ко мне приходили просто люди и говорили о том же о чем говорят собственно эльфы но нормальным человеческим языком без привлечения того что у эльфов есть проблема того что они бессмертные мне было бы наверное немножко более интересно все таки чем вот со всеми вот этими фантастическими налетами и деталями ну слушай я не могу прям поддержать однозначно тебя в этом тезисе потому что мне сразу вспомнилась вселенная Shadowrun это такой сеттинг и многим людям возможно приятно общаться с эльфами и с троллями и осознавать нетривиальность окружения суть подобных игр она заключается в том что к тебе приходит человек и он тебе рассказывает о каких-то своих проблемах и ты можешь как-то там соотнести короче его жизненный опыт со своим и как-то ему посопереживать посочувствовать и типа лучше узнать мир грубо говоря Coffee Talk в этом смысле она вот так не работает она тебе рассказывает про вампира который пытается вместо настоящей крови начать пить искусственную кровь и в чем здесь великая проблема не очень-то понятно короче фен хейтит не людей ну типа да я хочу в этой игре чтобы мне живые люди рассказывали о каких-то своих достаточно живых проблемах как бы у героя нету никакой драмы мы просто владеем заведением сидим улыбаемся и в общем каждую ночь открываем и кто-то приходит и что-то нам говорит а во-вторых с точки зрения игрового процесса это очень любопытно кто-то приходит они говорят нам я хочу там кофе с имбирем и лимоном короче и ты делаешь кофе с имбирем и лимоном просто нажимая три кнопочки на автомате кофе имбирь и лимон все заказы проходят только так нету такого что типа кто-то приходит и говорит удиви меня и ты сидишь такой думаешь так я знаю что чай с лимоном и медом он прочищает горло я знаю что там эспрессо заряжает энергией я смотрю на клиента который пришел ко мне я вижу что он какой-то вялый и я делаю выбор типа так а вот я тебе выдам эспрессо короче игра не заставляет нас дедукцию проявлять ориентируясь на внешность и на поведение персонажа да то есть вот как бы с точки зрения игрового процесса ловить получается тоже нечего при этом нарисовано все достаточно миленько красивенько и анимировано хорошо но к сожалению это все что я смог вытащить позитивно из игры потому что даже музыку мне пришлось заткнуть и самому врубить какой-то свой джаз давай уже огорож публику своим финальным официальным вердиктом вот это неожиданность кофе получает рефанд я не люблю кофе все фен хейтер в рефанде у нас новый рекордсмен по части разрешения судя по всему мы тут за кадром как раз с феном это обсудили и я специально узнал и сообщаю вам Red Bow работает в разрешении 160 на 144 как говаривал один из моих персонажей в ретро зоре чем больше пикселей тем больше душа а тут пиксели размером с кулак ну кстати несмотря на такое маленькое разрешение на мой взгляд игра клево выглядит ну то есть в плане арт дизайна у нее все хорошо особенно вот эти вот кадры с туманом ну блин это же прям Silent Hill 2D ну и кстати говоря неспроста я Silent Hill вспомнил Red Bow в некоторой степени тоже является хоррором не боевым как Silent Hill а повествовательным номинально Red Bow можно назвать адвенчурой мы ходим по локациям собираем какие-то предметы общаемся с персонажами и применяем предметы в нужное время в нужных местах любопытно то что Red Bow это по сути антология разных историй мы играем за девочку которая попадает то ли в лимб то ли в какое-то еще такое пространство между жизнью и смертью и она сама не очень понимает что с ней происходит она думает что возможно это сон и эту девочку перекидывает из одного сюжета в другой то есть сначала мы оказываемся там на туманной дороге и встречаем загадочного монстра который не в ладах с девушкой которая живет в местном лесу у них там свой конфликт и мы постепенно вникаем в этот конфликт понимаем подноготную понимаем что произошло эта история занимает буквально там 3-4 экрана и добиваемся определенной концовки они бывают разные да в этом как раз и прикол каждая мини история в этой игре может заканчиваться по-разному я не знаю сколько их всего здесь но видимо у каждой истории есть три концовки одна плохая которая по сути является геймовером и мы вынуждены будем переигрывать всю игру заново одна так сказать средняя которая пропускает нас дальше но не является эмоционально правильной что ли и одна самая положительная которую хотелось бы добиться и которая более так уместно справедливо выглядит и тянет на какой-никакой хэппи-энд учитывая что это все-таки такая загробная тема и достаточно мрачная истории при этом абсолютно разные и единственное что их объединяет в том или ином роде в них проявляется красная лента из которой и собирается красный бантик вынесенный в название игры я вот сейчас даже немножко растерялся но получается что больше про игру сказать особо нечего при том что она вызывает в целом положительную реакцию у нее достаточно хорошая такая порой криповая порой настораживающая атмосфера но при этом она не перегибает палку истории которые поднимаются в Red Bow кому-то покажутся тривиальными но на мой взгляд они вполне способны вывести на размышления они крутятся вокруг таких экзистенциальных рассуждений и наверное прежде всего и с игрой стоит ознакомиться с тем кому эта тема близка кто любит вообще вот подобное настроение звучит аппетитно да игра достаточно дружелюбная несмотря на такой мрачный сеттинг она в целом легко проходится потому что локации маленькие локации компактные так что приглядитесь ну и напоследок мы разберем самую дешевую сегодня игру стоит она даже не 100 рублей а всего лишь 30 и посвящена обливанию девушек водой да фен решил поддержать традицию хинтейную а мне просто интересно стало потому что в прошлый раз мы как бы брали так на ироничной ноте потому что это был некий пост мета ироничный комментарий опять же я решил думаю а вдруг вот тут будет интерес вдруг там разные музыки вдруг там разные какие-нибудь прикольные танцы какие-нибудь девушки с характерами с разными ты смотришь одна такая вся застенчивая какая-нибудь другая наоборот дикий вамп и так далее нет ничего этого не случилось музыки всего два трека они зациклены и они короткие и начинают надоедать даже с учетом того что девушек всего в игре семь и проходится каждый уровень по-моему за ну там минуты полторы что как бы уже печально девушки все примерно выглядят одинаково единственная разница которая есть между уровнями это во-первых некие наряды которые то такие то сякие и в одном случае надо одни области короче поливать в другом другие и на первых уровнях нету охранников в которых нельзя поливать водой и как-то и все получается потому что ну в общем из хентай патчей здесь ничего нету и единственный который есть от разработчика состоит из DLC и он добавляет одну хентайную картинку вот это нифига себе и второе дико такое субъективное потешное наблюдение девочки когда танцуют они очень смешно сопят в общем это странно короче фен не мучайся я считаю что хентайная повестка отработана поэтому можно закругляться короче да я с чистым сердцем ставлю рефанд требую обратно свои 30 рублей у стима а мы заканчиваем с этим выпуском рефанда любопытная любопытная подборка сегодня нарисовалась на мой взгляд и я надеюсь что многие сегодня найдут для себя какие-то интересные проекты которые непосредственно им лично зайдут и тогда нашу с феном миссию можно будет считать выполненной а чтобы она была не менее успешно выполнена через месяц не забывайте предлагать нам в комментарии какие-то интересные проекты на которые вы наткнулись на просторах стима единственная просьба пускай эта игра будет недавно вышедшей а не так что поиграйте пожалуйста в Pony Island которая вышла в 2015 году да можно даже заглядывать в будущее и предлагать те игры которые готовятся к релизу мы их добавим в наши списки ожидаемого все всем счастливо до скорого пока субтитры субтитры